Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Обзор на Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о блогах канала Воронина Лайф. А я благодарна всем, кто ставит лайки, пишет комментарии и подписывается на мой канал. Хочу вас познакомить с новым обзорным каналом, который называется Частное мнение русского немца. Ссылочку на него закреплю в комментариях и оставлю в описании. Надеюсь, он вам понравится. Вы поддержите его просмотрами, комментариями и подписками. Ну а мы переходим к Воронине. Здоровается Оксана и рядом с ней крутится Арсений. Арсений тоже в кадре. Но, вы знаете, Арсений не поздоровался со зрителями, да. Это несмотря на то, что Оксана говорит, что Арсений у него прям очень воспитанный. И в магазине он со всеми здоровается. И всегда, и пожалуйста, и спасибо, все это он всегда говорит. Но почему-то со зрителями решил не здороваться, пока Оксана ему не напомнила, что все-таки поздороваться надо бы. И говорит Арсений о том, что в понедельник они будут худеть. Думаю, интересно, только в понедельник или все-таки с понедельника? Но Арсений сказал, что в понедельник. Оксана говорит, мол, не хотела говорить, но все-таки Арсений, мол, выдал великую тайну. Да, Арсений очень поправился и хочет Оксана, я так понимаю, чтобы он немного форму приобрел. Ну, и я так понимаю, что это приобретение формы будет длиться только до 1 сентября. Потом будет некогда, потом уроки. А что до 1 сентября осталось 2-3 дня? Ну, не знаю. Для того Оксана это делает, чтобы не сказали, что Оксана этого не сделала. Чтобы не говорили, что вообще она плюет на здоровье ребенка своего, ну и так далее. Она скажет, ну почему? Вот пару-тройку дней максимум я с ним походила, даже не бегать, а ходить после ужина, да. И потом Оксана говорит, вот захочешь есть в 10 часов, попьешь водичку. Я так сначала подумала, что в 10 утра, но нет, речь шла о 10 вечера. Думаю, а о какой еде может идти речь в 10 вечера в принципе, если в 9 вечера уже, ну по идее, ребенок должен быть в кровати, в постели. Ну, не знаю. Или получается так, что Арсений всегда хотел в 10 вечера есть и ел. Оттого он приобрел такие формы, в каких он сейчас находится. Или я не знаю. Бегать они не будут, нет, они будут гулять. И для того, чтобы гулять можно было не при полной темноте, ужинать они будут раньше, где-то в половине седьмого. Да, и Арсений уже измотал Оксану, а когда мы будем ужинать? Пораньше, а когда пораньше? Ну, короче говоря, не знаю, что из этого получится. Будем надеяться на то, что все-таки получится у Арсения пару-трех килограммов сбросить. И в школу он пойдет и будет еще, когда в школу ходить, он будет тоже продолжать ходить после обеда, после ужина. Но в этом я, конечно, не очень уверена. Ну, очень хочется на это надеяться. Посмотрим, насколько хватит Оксаны. Ведь, что ни говори, а ребенок остается ребенком. И все, чего он достиг или не достиг, это заслуга, или заслуга в кавычках, его родителей. То есть, если Оксане не будет лень ребенка поднять после обеда, даже в половине седьмого вечера, и пойти с ним гулять или пробежаться, то, конечно, будет какой-то результат. А если Оксана скажет, что ты так занят, у тебя столько уроков, не-не-не, сыночка, никуда ты, конечно, сегодня не пойдешь, давай ты покушаешь и посмотришь телевизор и ляжешь спать, то, конечно, результата не будет. Кстати говоря, Арсений перебивает Оксане и не дает ей сказать слово. И это еще раз говорит о том, что то, что он говорил Оксана, то, что он такой воспитанный, это пустые слова. Если бы он был на самом деле воспитан, он бы дал бы договорить сначала о маме, а потом бы уже говорил свое. Но не знаю я, не знаю. Пока мы этого не видим. Пока вся его воспитанность остается на словах. Любовь, конечно, у Оксаны с Арсением. Да, вот они, вы знаете, до того похоже, что напомнили мне мультик. По-моему, назывался «В стране не выученных уроков». Там было такие два персонажа, которые назывались двое из ларца, одинаковых с лица. Так вот, Оксана и Арсений мне очень эти двух героев напомнили. Ковры на даче по-прежнему расстелены по всем дорожкам. Да, ничего не меняется. Постоянно это признак мастерства. Полотенца на детской площадке развешаны. Даже не столько на площадке, сколько на лесенке. Где дети ходят, понятное дело, ногами. По этой лесенке поднимаются. Для того, чтобы потом руками зацепиться за турники, так руками перебирая, добраться до следующей лесенки. Вы понимаете, о каком турнике я сейчас говорю. О каком спортивном снаряде. Но да, там висят ковры на этих вот лесенках. И Оксану это вообще не смущает. Я надеюсь на то, что она все-таки протерла перед тем, как развешать ковры. Протерла на эту лесенку. Вспомнилась на то, что на балконе она не сушит. На балконе в квартире не сушит она вещи, потому как по ее утверждению там пыльно. А тут нормально. Тут ни грязи, ни болота, ничего нет. Правда на этих лесенках? Все хорошо. У детей всегда чистая обувь. И можно сушить полотенце. Почему бы и нет? Купила ботинки в школу. Купила ботинки такие, в которых Арсений будет идти к школе. Купила сменку, в которой Арсений будет ходить в школе. Такие вот ботиночки на липучках. И купила красотки для физкультуры. И чем ее порадовали те ботиночки, в которых Арсений будет идти к школе, то есть по улице? Тем, что их зашнуривать не надо. Вот новое слово от Оксаны, да, зашнуривать. Говорит, это очень удобно. Федор подошел, спросил, почему Арсения первого родила Оксану? Говорит, ну вот так получилось. Говорит, мы ждали Арсения. И так получилось, что вот действительно они ждали Арсения, а Федора они не ждали. Но потом Оксана пояснила. Он говорит, просто мы хотели ребенка назвать, если мальчик будет Арсений, а если девочка, то будет Варя. А потом говорит, конечно, и тебя уже ждали. Но слава богу. А то я думала, снова Федор будет рисовать все в черно-сером варианте. Снова очередная травма. Ребенка чуть не получилось психологическое. Оказывается, на свадьбе у Леши был синий пиджак и синие джинсы. Да, любимый цвет Оксаны. Об этом нам поведала Оксана. В прошлый раз она говорила, что были рваные джинсы. В этот раз она не сказала, были рваные, не рваные. Но вот синие были джинсы и синий пиджак. Ну, Оксана одела Лешу так, как она пожелала. Кроме полотенец, развешанных на лесенке, на детской площадке сушатся, еще и подушки не покрывала. Да, но они уже сушатся на каких-то пеньках, где-то, где место Оксана нашла. Все, говорит, постирала. Почему? Потому как нашествие крыс и мышей на их дачный поселок. Представляете? Вот. Купила она отраву. И, говорит, мышка мумифицируется. И, мол, это как-то вот гуманно. Ну, так считают все, кто посоветовал Оксане именно эту отраву. И стала перестирывать все постельное белье. Говорит, обидно перестирывать. Ну, что значит обидно перестирывать? Надо перестирать? Обидно, не обидно? Что вообще такое выражение? Обидно перестирать. И вот это выражение, она несколько раз говорила за влог. Обидно перестирать. Видно, это ее очень зацепило. Говорит, вот, мол, конец сезона, вот приходится стирать. Ну, стирать надо вообще-то как-то еженедельно, желательно, конечно, да. Тем более, зная, что вы уехали, а там крысы и мыши у вас бегают. Но Оксана говорит, нет-нет, крыс нет. Только если есть, то одна-две мышки. Ну, не знаю, откуда у Оксаны такая уверенность. Говорит, что к тем арбузным коркам, которыми она мульчировала, даже не знала, что она мульчировала. Она просто там решила комплексную яму организовать. Не было поползновений со стороны крыс, не было поползновений со стороны мышей. Все там хорошо, все там высохло, все замечательно. Но опять же, если верить Оксане. Ну, или Оксана сама себя, само себя убеждает в том, что на самом деле все хорошо, и никто у нее там не бегает. Ни по домику, ни в домике, ни по участку и вообще. Хотя она лично несколько раз видела на том участке мышек. Но, знаете как, села убеждение. Все-таки это серьезное, да, такое дело. От многих цветов, говорит, Оксана избавилась. Избавилась, она думала, что это цветы оказались в сорняке, и вот и пришлось все это дело скосить. Скосила. То же самое, я так думаю, она сделала с Фейзалисом. Говорит, его тоже надо скосить, а если его скосить, то он и пропадет. Ну, нормально. Сначала ты не знала, как украсить свой участок садовыми цветами. Я сейчас с такой легкостью говорю, что это я скашу, это я вырву, это все, это мне не надо. Эти цветы вообще тут лишние и так далее. Очень как-то странненько. Если ты сажаешь дачный какой-то участок, засаживаешь цветами, если ты сажаешь туда цельно-правильно, больше цветов, а не овощей или каких-то кустарников, плодоносящих, да, ягодных, то как-то ты, наверное, должна понимать, что ты делаешь. Правда, какие цветы у тебя будут красивые, какие цветы будут, с какими вкупе смотреться, так, чтобы вот в этом углу дачного участка, вот у меня, к примеру, да, вот, ну, так вот, будут хризантемы. Или в этом месте у меня будет Арпийская горка и рядом будет что-то вот еще. Нет, этого же нету. Оксана сажает, вот что я в голову привела. Вот гортензию посадила, метельчатую здесь, там она посадила еще что-то, здесь у нее физалис вырос, а там у нее что-то само вообще выросло, ну, и так далее. Какой-то такой вот разнобой, и, как мне кажется, Оксана сама толком не знает, что у нее где растет. Она уже по ходу ориентируется, да, вот, что выросло, то выросло. И если ей что-то не нравится, она просто предпочитает это скосить. Вот такая разведка боем. Подошла она к открытому окошку, выглядывает на свой дачный участок, говорит, ой, какие красивые цветочки, вон там далеко, видите, желтенькие. И крайнем глаза замечает, по постели муха ходит, или ползет, как правильно сказать, да, ползает, да, муха. И говорит, о, муха. И таким она тоном говорит, да я думала, какашка. Думаю, боже, ну, Оксана, ну, как можно так? А ну, думала ты, что это не муха. Ну, для чего это на широкую общественность выносить? Ну, такие слова все-таки не особо красивые, да, и уж тем более звучат они из уст взрослой женщины, матери двоих детей, уже взрослых достаточно детей. Один первоклассник, второй вот в школу пойдет. Ну, не знаю. Это как раз вот, кстати говоря, сленг детсадовца. Какашка и прочее. Но никак не из уст взрослого человека это слово может звучать. Ну, как мне кажется. Леша кашеварит. Леша кашеварит, жарит картошку, жарит на двух сковородках. Оксана ему говорит, на одной сковородке ты хорошо пожаришь, а на другой плохо, плохая сковородка. Но Леша оптимист и все-таки решил на двух сковородках жарить. Картошки, кстати говоря, не так много получилось в итоге. Особенно учитывая то, что к ним вечером ожидались гости. У них вечером ожидались гости. И 12 человек взрослых все-таки должны были бы воронины подумать о том, что что-то более существенное надо приготовить, чем просто жареная картошка в совсем небольшом количестве. Но, как обычно, те, кто к воронинам приходят, они знают, что надо что-то принести с собой. Вера принесла фаршированные баклажаны. Она, я понимаю, еще с прошлого раза или, возможно, она днем принесла. И половину из этих фаршированных баклажанов уже умяли воронину. Говорит, очень вкусно было. И один или полтора баклажана там осталось вот к столу, да, будет на столе. А все остальные, кто придут, я так думаю, с собой принесут и колбаску, и, может быть, какие-то окорочка, и прочее, прочее, прочее. Потому как мясное ничего воронин не приготовили. Только с их стороны была жареная картошка. Ну, Оксана там говорит, вот еще тут два кабачка есть, она их хочет мариновать. Но, опять же, когда она их собирается мариновать, когда гости практически, вот они уже на пороге, тоже непонятно. Ну, огурцы, помидоры, понятное дело, на столе будут. Ну, а такого существенного, вроде мяса, повторюсь, конечно же, не было ничего на столе. Говорит Оксана на столе со стороны Ворониных. Все горизонтальные поверхности Оксана не смогла протереть, пыль не смогла вытереть со всех горизонтальных поверхностей. Представляете, это оказывается очень тяжело, ведь домик дачный имеет огромные размеры, огромную площадь. И пришлось Лёше помочь Оксане, представляете? Вообще обалдеть. Бедный Лёша. Полный двор детей у Оксаны. Шум, гамм, ну, понятное дело. Дети всегда шумные, и это нормально. Очень хорошо, что дети шумные. Хуже, когда дети тихие. Знаете, как говорят, во что может обернуться, точнее, чем может обернуться пятиминутная тишина в доме, где есть ребёнок? Да чем угодно. Начиная от разбитого ночника и заканчивая тем, что ребёнок скажет, мама, а ты знаешь, насколько хватает тюбика зубной пасты? Она говорит, нет, не знаю, иди посмотри на весь коридор, на половину детской. Так что, да, лучше пусть дети кричат, визжат и будут всегда на виду, чем тишина какая-то. Ну и, в принципе, на этом влог закончился. Нам не показали, сколько, точнее, не показали, какие были взрослые. Только Оксана сказала, что написала это поверх видео. 12 человек взрослых было. Ну и детки, понятное дело. Говорит, не все любят, чтобы их снимали. Ну, это и к лучшему, что мы не видели, кто там был и как они там себя вели. Скорее всего, снова песни пели. И именно потому, как они песни пели, не хотела Оксана это всё в ролик вставлять. Потому как в прошлый раз, когда в прошлый, и позапрошлый раз Оксана вставляла вот эти все песнопения. Ну, это, мягко говоря, странно выглядело. Ночные песни. Я думаю, соседям не особо это всё дело нравится. И, ну, не знаю. В общем, Оксана молодец, конечно, что она не сняла это. Но плохо, если на самом деле это были громкие песни, какой-то шум и гам. Но хотя Оксана говорит, что в большинстве своём уже все поразъезжали. Даже те, кто живёт здесь, не уезжая всё лето, полвесны, всё лето, говорит, уже разъехались, потому как нашествие крыс и мышей. Ну, Оксану это дело не пугает. Она приехала сюда с ночёвкой, с детьми, с мужем. Ну, вот так вот проводят последние, считай, вот летние дни, да. Такие вот безответственные, какие-то спокойные перед тем, как её ребёнок пойдёт в школу. А потом уже, конечно, да, будет недорога. Потом начнётся новая жизнь. Школьная новая жизнь, интересная и замечательная. Посмотрим, как Оксана и Лёша справится с первоклассником, с уроками, с организацией его досуга, с организацией его рабочей деятельности. Ведь на параллёнку Арсений сразу не пойдёт, насколько я поняла, Оксану. Хотят они на параллёнку отправить попозже, говорит Оксана, когда вот было собрание. Оксана не сразу согласилась на параллёнку. Говорит, сейчас, если мы не пойдём потом, можно будет, мол, записаться? Можно, сказали, будет, насколько я помню. Поэтому Арсений на параллёнку ходить не будет. Я так понимаю, что Оксана и на работу не устроится. Почему? Потому как она будет говорить, ну вот, у меня ребёнок, первоклассник, с кем он будет делать уроки? Поэтому на работу я никак не могу пойти. Вы уж простите. Ну, а я напомню, что в своём обзоре я выражаю только своё частное личностное осуждение. Ну, а я буду заканчивать свой обзор. Всем огромное спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока-пока.